МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. В Минске этой ночью прошла генеральная репетиция парада. 24 расчета, механизирована колонна длиной свыше 2 километров, плац-концерт, роты почетного караула и новинки отечественного военпрома. Во время прогона отработали каждый шаг и выверили все нюансы. В параде примут участие 5000 военнослужащих и 250 единиц техники. 9 мая зрителей также ждет уникальное авиашоу. Будет представлена и техника вооруженных сил России. Представительство всего личного состава в целом прибыло более 400 человек. Парадная коробка представляет дивизию воздушно-индесантных войск. А техника от различных соединений частей. Поначалу, конечно, было сложно, потому что абсолютно новый элемент в строевой подготовке, такой как барабан, перебой, правильно взять необходимые палочки. Это довольно-таки сложно было первое время. Но со временем опыт приходит, и мастерство постоянно наращивается, и становится все лучше и лучше. Молодежный агит-поезд «Цветы Великой Победы» вернулся в Минск. Он прибыл на железнодорожный вокзал час назад. Позади почти две недели путешествия по местам боевой славы. Так, накануне в атмосферу военных лет, окунулся и Брест. Состав сделал очередную остановку в городе над Бугом. На перроне поезд встречали сотни человек. Трогательно, наверное, не только для меня, а для всех. Все-таки то, что сделал советский народ, ни одному народу в мире это было не подвасно. В Бресте состав находился почти до полуночи. За это время все желающие смогли посетить импровизированный музей в одном из вагонов поезда и увидеть на открытой платформе образцы советской военной техники. Закон называется? Новый закон о выборах принял парламент Италии. Документ вступает в силу 1 июля следующего года. Согласно его содержанию, выборы будут проводиться лишь в нижнюю палату итальянского парламента. При этом полномочия Сената резко сокращаются. Возможно, в будущем он и вовсе будет ликвидирован. Второе, но не менее важное новшество. Выборный процесс в главный законодательный орган страны будет проходить в два тура. Но только если ни одна из партий не наберет абсолютное большинство. По мнению главного инициатора этого закона, премьера Маттео Ренци, такой шаг позволит Италии построить стабильное государство. ФБР установило личности, открывших стрельбу накануне в Техасе. Один из них, гражданин США, долгое время был объектом расследования американских спецслужб. Пять лет назад его осудили за дачу ложных показаний федеральным агентам. Он соврал о своих планах отправиться в Африку и присоединиться к экстремистам. Его компаньон ранее в подозрительной активности замечен не был. Напомню, два человека открыли стрельбу возле выставки, посвященной карикатурам на пророка Мухаммеда. В результате перестрелки с полицией погибли сами преступники, и один охранник получил ранение. Продолжают искать способы эффективной борьбы с терроризмом во Франции. Сегодня, как ожидается, Национальное собрание Пятой Республики утвердит новые меры, призванные помочь спецслужбам в борьбе с всемирной угрозой номер один. В первую очередь, правительство страны планирует внедрить новые технологии слежки. Кроме того, будет создан надзорный орган, курирующий французскую службу разведки. Во Франции после атаки на сатирический журнал «Шарли Эбдо» стали резко усиливать меры безопасности, опасаясь очередного теракта. Напряженная ситуация складывается на востоке Украины. Минувшей ночью Донецк и несколько соседних населенных пунктов попали под обстрел. Как итог, пострадали сотни жилых домов и обесточена половина региона. О нарушении перемирия говорится и в новом отчете международной миссии ОБСЕ. В ходе расследования специалисты организации и сами не раз попали под обстрел. Однако, кто именно открыл огонь, пока неизвестно. А стороны тем временем пытаются договориться о новой дате встречи контактной группы по Украине в Минске. Крупное ДТП в Центральной Индии. Автобус летел во враг глубиной в несколько метров и загорелся. Погибли 28 человек и 12 получили серьезные ранения. Они были доставлены в больницу. Местные власти обещали выплатить пострадавшим денежные компенсации. Кстати, дороги в Индии признаны самыми опасными в мире. Ежегодно в транспортных происшествиях гибнут тысячи людей. Основные причины – плохое состояние дорожного полотна и постоянно перегруженные пассажирские рейсы. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Следственный комитет продолжает расследование несчастного случая на Могилевщине. Напомню, ЧП произошло накануне вечером в райцентре Горки. В одном из спальных районов пострадали 9 детей в результате, казалось бы, безобидной игры на батутах. Огромные надувные конструкции, а вес больше и примерно 400 килограммов, в одночасье подбросило в воздух и стало носить по двору. С различными травмами детей госпитализировали в районную больницу. К полуночи троих наиболее тяжелых пациентов доставили в областную детскую клинику. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. И только сейчас закончилась работа. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Крупнейший медиафорум страны стартует сегодня в Минске. Лейтмотивом уже 19-й по счету выставки СМИ в Беларуси станет 70-летие Великой Победы. Приветствие участникам и гостям форума направил президент. Александр Лукашенко отметил, что белорусские СМИ развиваются в русле мировых тенденций, активно внедряют новейшие коммуникационные технологии. Этот масштабный международный форум ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информагентств и интернет-порталов. Участие в нем принимают и зарубежные гости. Нынешняя выставка объединит свыше 400 участников из 12 стран. Традиционно свой стенд на форуме представит и телеканал СТВ. Теме Великой Победы также посвящен Гран-при национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера». Сегодня в Минске будут чествовать лучших журналистов республиканских и региональных изданий. Традиционно награждение победителей конкурса проходит в профессиональный праздник – День печати. Всего было подано свыше 150 заявок и значительная часть из регионов. Победителей назовут по двум десяткам номинаций, в том числе лучший репортер республиканских областных печатных СМИ, информационных агентств, лучший обозреватель. Поэт Евгений Евтушенко с творческим визитом в Минске. Знаменитый шестидесятник приехал в Беларусь второй раз за пять лет. Накануне в галерее имени Михаила Савицкого он встретился с молодыми художниками. Студенты показали Евтушенко свои работы. Кстати, место и содержание мероприятия не случайны. Так, в коллекции поэта более 300 полотен. Их литератор собирал долгие годы. Мы просто решили, что эта форма будет достаточно интересна, показать ему современное искусство. Потому что в Минске он был достаточно давно, а в Беларуси бывал часто, но как-то все проезжал мимо столицы. Во всяком случае, он восхищен. Евгений Евтушенко пробудет в Беларуси три дня. Он даст концерт в Гомеле и Мозыре, а также в Хомичах. Это село, где родился дед поэта. Такова информация на этот час. Звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии. Всего доброго. До встречи в 13.30.